Ульяновская детская областная клиническая больница О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасая жизни» Кабинет ретинопатии недоношенного обустроен по последнему слову техники Современное оборудование, в частности ретинальные камеры, удалось закупить за счет программы модернизации здравоохранения Ульяновской области Ежегодно обследование в кабинете ретинопатии проходит тысячи малышей в возрасте до двух лет Если ребенку требовалось серьезное хирургическое вмешательство, то раньше его на операцию отправляли далеко, за пределы нашей области Однако сейчас ситуация в корне поменялась, благодаря появившимся в детской областной клинической больнице вот такого вот лазер-коагулятора Ирина Константиновна, скажите, правда ли он может предотвратить слепоту у новорожденных детишек? Да, действительно, благодаря этому аппарату теперь мы сможем приостанавливать прогрессирование заболевания ретинопатии недоношенного и тем самым предотвращать развитие слепоты новорожденных недоношенных детей Это оборудование предназначено для проведения лазер-коагуляции сетчатки новорожденных недоношенных детей Когда появляются пороговые стадии ретинопатии недоношенного Появилось оно в нашем медицинском учреждении благодаря благотворительной организации «Право на чудо», которая занимается помощью недоношенным детям в нашей стране В октябре этого года я прошла обучение работы на этом аппарате на кафедре офтальмологии Санкт-Петербургского медицинского университета имени Мечникова Первые крошечные пациенты попадут на операционный стол в нашем регионе уже в конце этого года Новорожденный ребеночек берется в операционную, анестезиологи дают общую анестезию Налогный офтальмоскоп одевается на голову хирурга Подключается кабель для проведения лазерного луча, который будет генерироваться в этом аппарате И офтальмолог при помощи оптической системы будет фиксировать луч на сетчатке новорожденного ребенка И наносить лазер-коагуляты Оксана Шишкина одна воспитывает двух дочек Ангелина и Каролина близняшки На свет они появились 7 лет назад, обе недоношенными Спустя несколько недель от рода у них выявилось серьезное заболевание Ретинопатия недоношенного Тогда, несколько лет назад, на операцию пришлось ехать в одну из клиник столицы После того, как мы родились, у нас очень много было диагнозов нам поставили серьезных Потом мы побыли дома немножко, две недели Заболели очень сильной пневмонией После пневмонии нам срочно надо было ехать в Москву Если бы мы вовремя не съездили, то мы вообще бы не смогли видеть Спасибо большое у нас врач Ульяна Васильевна И Галина Олеговна, заведующая Я сейчас даже не знаю, мне кажется, она не работает, конечно, наверное, уже Но им большое спасибо Плюс нас Ирина Константиновна до сих пор наблюдает И мы к ней четыре раза в год приезжаем, она нас проверяет И в больнице мы у нее лежим Спасибо ей тоже большое Ну, ограничения, то есть В школе, например, нам нельзя на задней партии, это однозначно Потому что я вот тогда говорю, что ангел у нас только вторую строчечку читает В очках Вот А за компьютером? За компьютером нет Я тоже не даю Сейчас зрение у девочек с частью не регрессирует А сами они в этом учебном году пошли в первый класс Сестры признаются, что в школе их с легкостью различают Младшая на 8 минут Каролина, как ни странно, приглядывает за старшей Иногда девочки ссорятся, но в основном живут душа в душу Да, из-за чего ссоритесь? Ну, иногда, например, когда-то что-нибудь взяли Например, когда я какой-нибудь карандаш взяла, Ангелин говорит, да мне тоже А игрушки у вас одинаковые с Ангелинами или разные? Ну, вот медвежонки одинаковые, только маленькие разные А чем они отличаются? У одного там красные, а у другого зеленые У сестер-близняшек все впереди Учеба в школе, экзамены, первая любовь, но это в будущем А сейчас для девочек главное – помогать маме во всем Ведь это для них настоящее счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok